Друзья, если вам надоели гаишники, продажные копы и прочая нечисть на дорогах, вы всегда можете отличиться в онлайне и поиграть в классную игру War Thunder. С недавних пор и я завист на эту игру, узнал о том, что в этой игре есть более тысячи единиц разной техники, начиная от первых бипланов, заканчивая реактивными самолетами. Выбор танков просто ошеломляет. В эту игру очень удобно играть на Sony PlayStation. Если у вас нет Sony PlayStation, не беда, игру можно закачать на ПК и рубиться в онлайне на нем. Все желающие могут сразиться со мной в онлайне на танке или на самолете, ищите меня по нику за пасанек. Также ниже по ссылочке в описании вы найдете подробную информацию об этой игре. И лично от меня, зайдя по ссылочке в описании, вы получите набор военной техники, с которым вы сможете рубиться прямо сейчас. Кстати, совсем недавно в игре War Thunder появились и французские танки. До встречи на поле боя. Удачи! Капец, это что такое? Что-то новое. Здравствуйте! А кого вы тут останавливаете? Здравствуйте, инспектор! Что это за машина у вас? Что вы тут делаете? А за что вас остановили? Не надо. Не, ну понятно, сейчас еще погодные условия. Погодные условия. А за что вас остановили? Проверяют алкоголь. А, вы косите на алкоголь здесь. А что вы тут делаете, инспектор? Пойдемте узнаем, что напарники. Здравствуйте! А что вы тут делаете? На дорожном движении мы существуем. Да? На чем? А что это за машина у вас? А за что вас остановили? Поскажите. К водителю, к вам подошел. А в чем проблема? С какой целью машины здесь останавливаете? Какую целью вопрос задаете? Я вижу... Какую цель интересуетесь? Я объясню, с какой целью. Я вижу автомобиль, который не маркирован. Хорошо, хорошо. Мне полиция, моя сообщают. Мы себе не маркированы. В смысле ваша полиция? У вас есть своя полиция? Да, у нас есть моя полиция Украины. Да, вы к ней не относитесь. Потому что так полиция не работает. Как работает? Нормально работает. Патрулирует на нормальных машинах, маркировывает. Что это за машина? Это плохая машина? Я говорю, почему без маркировки, без полиции? Что вы вообще тут делаете? Вы вообще что тут делаете? Какой целью интересуетесь? С целью того, что вы незаконно здесь находитесь? Какой цель? Что вы взяли? Это плод вашего воображения. Что это за проверка на алкоголь у вас? Что вы взяли, что на алкоголь? Барышня только что сказала при вас. Да, барышня. С которой вы общались. Так это она вам сказала, она с вами общалась. Да, мне сообщила о том, что вы остановились для проверки. Я остановил. Вы остановились, вы стояли, да. Я стоял, да, но я не остановился. Ну что, мы ваши напарники остановились. Нет. Что нет? А что водитель делал у вас в машине, расскажите В деле того понять, почему вы нарушаете закон полиции А я вам объясню, потому что прямо запрещено А я вам объясню, потому что, что вы говорите Прямо запрещено А что вы должны говорить, или что? Да, я должен вам говорить, потому что я вижу, что вы нарушаете Что я нарушаю? Ну вот вы стали на прилегающей технике Да идемте оформлять меня Что вы? Идемте оформлять меня, что вы мне говорите Что вы говорите, и вы свои машины убираете Собираетесь, и валите отсюда То есть, значит, валите. Вы косите, стоите, разводите здесь на бабке. Вы сейчас сообщаетесь так, как с вами родители разговаривают? Я сейчас сообщаюсь так, как моя полиция ведет себя. Вот так вот, когда вы нормально себя будете видеть. С вами корректно, по-моему, разговариваете. Что вы говорите? А вы сейчас стоите, вы, мы... Мы работать должны начать, нормально, а не косить. Я могу не работать, а служить. С какой целью интересуетесь? С такой, что вы полицейский. Я хочу понять, с кем умею сейчас общаться. Да я к вам не обращаюсь. Да для этого не надо. Представьтесь, кто вы. Шапку оденьте. Вы не мама мне, я решаю. А я за вас переживаю. Давайте собирайтесь вирусы. Единственные вирусы, которые здесь ходят, это вы, ребята. Ну прекращайте. Это будет ваше воображение. Единственные вирусы, это водители. Это водители. С какой вы целью интересуетесь? Я вижу. Я наделен функциями государства. Что вы говорите? Косить? Разводить здесь на бухло? На бухло разводить? Я знаю вирус один. На бухло? Руками трогать меня не надо. Вы не переживаете за врачей. Я знаю вирус один. Я не переживаю. Я вам сообщаю, вы здесь стоите незаконно, вы здесь косите. Это цель вашего воображения. Так, мы вызываем сюда патруль. Да вы знаете, есть не воврачи вирус. Знаю вирус один, если наше пластину в голову упаялись, а не ездил разводить. А куда вы собрались? Куда вы? Куда. Я как раз патруль полиции вызвал, для того, чтобы зафиксировать. Вы пока ожидали. Не-не-не, вы ожидаете. Вы пока ожидаете. Я вызвал полицию. А? Сейчас она приедет, мы зафиксируем факт вашего здесь нахождения, а потом не езжайте, куда хотите. Поэтому никуда не собирайтесь, уже стойте здесь. Я не переживаю. Я не переживаю. Абсолютно, поверьте. Вы нас уже тренировали на свою нарусную. Отлично. Вот и стойте. С пластиной в голове. Куда он делся? С пластиной в голове было. Куда он делся? Что-то прижали его, где-то там ездил, разводил людей. А потом куда-то свалил. Помнишь, по телеку показывали? Со шрамом, да. Тоже что-то ему, что-то не нравилось. Держься. А вам все нравится, да? Мне? Да. Мне нравится, что он много провокатов. Сейчас я вас провокировал чем-то, наверное, да? На взяточку. Разводить чувака на пухло, да? Нет, это не чувака. Да, да, да. Что он в машине делал? Вы всегда начинаете. Что делал у вас в машине водитель? Я вас спрашиваю, вы сотрудник полиции. Я знаю, что сотрудник полиции запрещено прямо сажать водителя к себе в автомобиль. Что он у вас делал во в том? Я вас спрашиваю прямо, отмейте. Человек попросил у меня помощь. Какой? Остановился? Я вот на дороге стою. Остановился, попросил у вас помощи. Какой? Ну, я вас спрашиваю, вы же полиция, объясните мне. Какую помощь? Его жена сказала, проверка на алкоголь. С чего? Если вы это утверждаете, зачем вы меня спрашиваете? Так вот, почему вы посадили в автомобиль его в себе? Для какой цели? Для какой цели? Так давайте я еще погреюсь у вас в автомобиле. Идемте. Я сяду и погреюсь вместе. Вы же всех приглашаете. Ну, а что нет? Его пригласили. Сказали, можно сесть погреться. Вот здесь фолк-то погрева. Так это, а что? А когда тот сидел, вы не были с оружием? Вы так неадекватно, возможно, себя ведете. У меня отказы спрашиваете. В чем неадекватно? Денег вам не предлагаю? Или что? Еще раз я говорю. В чем неадекватно? У меня зарплата. Так а для чего вы сюда? Для чего вы разводите водителей здесь? Для чего вы взяли? Да всем ясно. У вас машина левая, без маркировки. Полиция, надписи нет. Левая. Что это за слово? Левая. Это как-то левая. Это прямая. Это машина, которая не должна участвовать. Левая, потому что слева от вашего автомобиля стоит. Пусть так, да. А у вас правая. А у меня правая. На данном автомобиле нести патрулирование. Запрещено. Не переживай. Потому что я вам объясняю. Есть сайт официальной полиции, где написано. Какой официальной полиции? Ну, хорошо, я вот так. Где написано, как должен выглядеть патрульный автомобиль? Как отличить лже-полицию от настоящего? Это же лже от настоящего. Лже. Так и написано. Знаете, поинтересуйтесь. На вашем сайте. Зачем не интересоваться? Потому что вы полицеи. Если вы знаете, что эта машина делает на патрулировании. Она не должна патрулировать. Не должна. Вы видите, стоит. Да, и вы тормозите здесь машину. А я вам второй ответ. Второй ответ. Как вас зовут? Второй ответ. С какой целью интересует? Вы сотрудник полиции. Представьтесь, кто вы такой? Я к вам не обращал. Как вас можно идентифицировать? Как вас зовут? С какой целью вы интересует? Чтоб узнать, что значит, какой цель. Вы подкипичные разводяги. Которые... Почему это плод вашего воображения? Всего народа это плод. А почему? Вы представляете весь народ или что? Я не пойму. Так вам на трибуну надо тогда с лозунгом. Сейчас будут выборы. Надо баллотироваться, свою позицию. Ну а так это мы сейчас поговорили. Понимаете, у вас свое мнение. Если по вашему мнению, должны все отталкиваться? Не советую вам даже до того дня, когда я буду баллотироваться. Поверьте мне. Почему? Потому что. Да, да, да. Вы наоборот за меня. Если вы хотите какой-то позитив или какие-то у вас идеи по тебе, то не надо разводить. Первый позитив, ребята, который будет, если вдруг я буду баллотироваться, поверьте, таких как вы на дорогах больше не будет. Существует таких как вы. Таких как вы не будет. Разводят. Хорошо, вопросов нет. Это плод вашего. Не будет вас на дорогах. А сделайте еще так. Это не плод. Не будет вас вообще. А вы говорите, что я перебиваю, а не даете даже мне сказать. Вы не просто будете работать, вы будете сидеть. Можно мне сказать? Вы просто будете сидеть за то, что вы делали в течение многих лет на территории Украины. Можете мне сказать? Не могу вам сказать. Я вам говорю то, что я говорю. Вы будете сидеть, таких как вас не будет. Вы можете то же самое сделать еще, чтобы водители соблюдали правила дорожного лиза. А для этого, для этого. Вы как президент можете сделать? Для этого. Если как президент, у нас не будет. А то же самое и с водителем. Я слово президент вообще не говорил. Я сказал, вас конкретно разводил дорожных, больше не будет. Что значит разводил? Что и значит? Что делал? У вас водитель в автомашине. Какую целью вы интересует? С целью того, чтобы понять, почему вы нарушили закон о полиции. Выше, я же вам заявляю и он ответил. Грелся у вас. Попросил помощи и грелся. Сгрелся. Он остановился. Вы его не тормозили. Он сам остановился. Его барышня, с которой он ехал, вышла. А он попросился к вам погреться. Ну, жена там, барышня, неважно, женщина с ним была. Она вышла на улицу пообщаться с вами. У вас несколько вариантов, и мы должны во все поверить. Ребята, если вы пытаетесь меня сбить, я общался с вашим братом такое количество лет. А я даже не знаю, с кем вы там. Мне это неинтересно. По факту говорю. Остановлен был чувак, которого пытались развести на пьянку. Посадили в машину, крутили ему Антона Нанос. А его барышня ходила, ее отвлекал, вот ваш напарник. Вот и все. Куда вы собрались? Веселые, собрались смыться. Что? Красавцы, поумничали? Думаю, сейчас мы смоемся. Не тот случай. Ой, заглохли. А куда вы уезжаете? Да греемся, говорю, холодильник. Так а кто работать будет? Я не понимаю. Вы же патрулируетесь за надзором безопасности. Что же вы по машинам залезли и греетесь? Выходите, несите службу. Вы шапку оденьте. Мне холодно в шапке, а вы бежали. Вы что? Вы ходите, работайте. Холодно. Вы же выбирали работу. Как вы стоите? Вот так вот стою. Посмотрят на вас, как вы работаете. Вы бы надели шапку. Вы бы вышли и работали. Что вы сидите? У вас айфон замерз, бедного. Вы шапку подели. Нормально вы зарабатываете. С айфонами ходите. В порядке вообще. Хорошая согласность. Хорошая, да. Согласен. Я хотя бы да. Вы будете выходить. Среди рынок посмотрели, сколько они стоят. Да, да, съезжу после этого. Посмотрели, да, бэушные сколько. Работать, выходите, работать, ребята. Надо работать. Так как работать надо. Вы же выбирали службу. Помните про тяготы и лишения. Самое время. Вы шапку оденьте. Выходите. Я без шапки не мёрну. У вас должно задорожное движение и сердце болеть. Выходите, патрулируйте. Выходите. Давайте. Не дай бог, подскользнётся кто скользко. Выходите, ребята, давайте. Своим видом примитивные действия. Вы провоцируете. На что, на работу вас? Да, я вас провоцирую, ребята, на работу. Потому что надо работать. Раз вы пошли. Вы просто провокации, понимаете? Да, я просто провокация, а вы просто косите здесь. Вот мы оба стоим. Я провокатор, а вы берёте взятки. Вот компания у нас собралась такая весёлая. Ребята, идите развеивать на дорогу мои плоды. Идите, покажите, как надо работать по-настоящему. Без взяток. Хорошо. Так вы видели, что кто-то взяткуда или вы её давали? Ох, ох, ох. Сколько раз я это видел? А мне без разницы, что вы сидите и вам холодно. Выходите работать. Работать, выходите. А не за то, сколько раз вы видели? Так выходите работать. Я много раз видел ДТП. Отлично. Так выходите и придавайте, чтобы ДТП не было. Работайте. Так нет пока, видите. Что нет? Выходите. Что вы забились в машину? Выходите, работайте, ребята. Что вы сидите в машине? Давайте. Шапку одените. Работа. Мы за что платим вам деньги? Выходите. Да, мы налогоплательщики. Это для вас новость какая-то? Вы налогоплательщик? Ну да, новость. У меня ЧП. Я плачу налоги с него. С этого ЧП вам шапку покупают. Себе не могу купить, а вам купил. Поэтому выходите и работайте. Выходите работать. Что же вы делаете? Куда? Инспектор. Машина дернулась, ударила по ноге меня. Инспектор. Машина ваша дернулась, ударила по ноге. Инспектора, эй. Что, они такие бравые уже, как были? Выходим с машины, я говорю. С машины выходите. Открой окошко и скажи. Окно открой. Окно, говорю, открой. Умник. Откройте окошко. Инспектора. Окошко откройте. Инспектора. Откройте окошко. Ребята. Все, все отвернулись. Бравые солдаты. Было же весело только что. Все же хохотали. Откройте окно. Ладно, показываю вам эксперимент. Сейчас приедет патрульная полиция. Естественно, я составлю заявление по факту этих депилов, которые здесь находятся. Мы проводим эксперимент. Мы отходим от машины. И смотрим, что же будет происходить дальше, когда я не буду стоять перед машиной. Бравые инспектора срочно поедут на вызов. Внимание на экран. Ой. Наверное, случайно так совпало. Случайно совпало. Такая ситуация. О, и вот и полиция, кстати, сразу подъехала. Вот, которую я вызывал. Бравые ребята. Я не буду дальше снимать. Я просто оставлю заявление. Ребят, вот как раз уехал патруль полиции. Какой? Здравия желаю. Здравствуйте. А, вон, видите, вон они на светофоре. Еще можете их догнать. Они только что совершили наезд на меня, ударили меня автомобилем своим и скрылись. Будем принимать меры? Конечно. Давайте, я за вами еду. Вот мой автомобиль. Ой, только они не туда поехали же. Да, конечно, не туда поехали. Они же поехали направо. Вот идиоты. Вот идиоты, а. Эти поехали туда, а эти поехали направо. Пожалуйста. Те в одну сторону, те в другую. Вас полиция там ищет. Ну что, друзья, я думаю, вы, в принципе, понимаете, с какими идиотами нам приходится иметь дело. То есть, одни других не лучше. Если в данном случае вы видите старых, прожженных коррупционеров, которые пытаются что-то там заговорить тебя и нести всякую ахинею, потом тупо садятся в машину и текают. Так и приезжают и новые, которым пальцем показывают, что вот, вот эти нарушили, вот их надо догнать. Они абсолютно едут в другом направлении. Естественно, что и одни, и вторые надеются, что так это все им пройдет даром, что никто ничего не будет делать после этого. Я обязательно посещу руководство и одних, и вторых. Видео, это, естественно, они все увидят в интернете. Поэтому, что сказать, не оставайтесь безразличными. В любой ситуации останавливайтесь, интересуйтесь, спрашивайте. Изгоняйте подобные кадры за дорог, и, может быть, тогда ситуация станет лучше и ездить по-настоящему станет безопаснее. До новых встреч, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!